И в продолжении темы туризма. Профессия гида становится все более актуальной и востребованной. Причем речь идет не только о количестве, но и о качестве. В Ташкенте стартовал второй международный форум гидов, который как раз и нацелен на повышение уровня подготовки представителей данной профессии. О первом дне мероприятия репортаж Ольги Русаковой. Города как люди. Одни тут же вступают в диалог, другие открываются не сразу. Как быть в этой ситуации путешественником, чье время пребывания в той или иной стране ограничено определенными сроками. А так хочется как можно больше успеть увидеть и запомнить. Узбекистан обладает уникальным историко-культурным наследием. У нас более 7 тысяч памятников материальной культуры. Из них более 4 тысячи это объекты археологии. У нас 350 музеев, в которых хранится очень огромное количество экспонатов изобразительного, декоративно-прикладного искусства, археологии, нумизматики, рукописей. Когда туристы приезжают к нам в Узбекистан, и, скажем так, наши посетители тоже приходят в музеи, они, безусловно, должны услышать интересный рассказ. Да, сейчас есть современные формы подачи материала. Это могут быть и аудиогиды, это могут быть инфокиоски. Но живое общение, конечно, обладает большим эмоциональным воздействием. Поэтому я считаю, что проводимый форум, он имеет очень большое значение и для развития туризма, и для развития культуры, и для развития межкультурного диалога. Проводимый во второй раз в Узбекистане международный форум гидов не имеет аналогов. Этим и обусловлен интерес его участников. Порядка 120 отечественных и зарубежных специалистов в сфере туризма и культуры. Гидов и музейных экскурсоводов из Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Сербии, Турции. Им есть о чем рассказать и что предложить для дальнейшего эффективного взаимодействия. Не остались в стороне специалисты национальных ассоциаций гидов. Тем более, что такая организация будет создана и в нашей республике. У нас зарегистрировано гидов 400 человек. Мы решили создать ассоциацию. Это та организация, которая будет представлять нас для решения различных проблем и взаимодействия с государственным органом на различных уровнях. В Узбекистане принимаются комплексные меры для развития туризма. До этого я была здесь в 2015 году. И вот спустя три года вижу разительные перемены. Я стала первой туристкой, которая получила визу тут же в аэропорту Самарканда. Безусловно, отсутствие бюрократических проволочек, внимание гостям, забота об их комфорте делают вашу страну еще привлекательнее. Буду рада, если мой опыт и мои знания окажутся здесь полезными. Наметив первоочередные задачи, некоторые из участников форума, не откладывая на потом, провели переговоры. На сегодня существует большой потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном. Туризм является одним из тех больших проектов, которые объединяют наши страны. Мы обсуждали по возможности создания совместного радио. Радио, которое будет рекламировать не только возможности наших древних городов, но и покажет новые возможности, которые сейчас наши страны нахожусь в связи. Организаторы подготовили немало интересного. Помимо научно-практической конференции, позволившей обменяться мнениями по многим важным аспектам развития туризма на шелковом пути, подготовки кадров для отрасли, международные эксперты проведут мастер-классы для гидов Ташкента и Бухары. Программа форума также включает подписание меморандума о сотрудничестве между Республиканским центром по повышению квалификации при подготовке кадров в сфере туризма и Казанским федеральным университетом.